Еще один серьезный вызов российской идентичности связан с событиями, которые происходят в мире. Здесь есть и внешнеполитические, и моральные аспекты. Мы видим, как многие евроатлантические страны фактически пошли по пути отказа от своих корней, в том числе и от христианских ценностей, составляющих основы западной цивилизации. Отрицаются нравственные начала и любая традиционная идентичность – национальная, культурная, религиозная или даже половая. Проводится политика, ставящая на один уровень многодетную семью и однополое партнерство – веру в Бога или веру в сатану. Эксцессы политкорректности доходят до того, что всерьез говорится о регистрации партий, ставящих своей целью пропаганду педофилии. Люди во многих европейских странах стыдятся и боятся говорить о своей религиозной принадлежности. Праздники отменяют уже. Или называют их как-то по-другому, стыдливо прячут саму суть этого праздника, нравственные основы этих праздников. Эту модель пытаются агрессивно навязывать всем, всему миру. Убеждён – это прямой путь к деградации и премивитизации, к глубокому демографическому и нравственному кризису. Что ещё может быть большим свидетельством морального кризиса человеческого социума, как неутрата способности к самовоспроизводству? А сегодня практически все развитые страны уже не могут воспроизводить себя. Причём даже с помощью миграции. Без ценностей, заложенных в христианстве и других мировых религиях, без формировавшихся тысячелетиями норм морали и нравственности, люди неизбежно утратят человеческое достоинство. И мы считаем естественным и правильным эти ценности отстаивать. Нужно уважать право любого меньшинства на отличие, но и право большинства. Право большинства не должно быть поставлено под сомнение. Одновременно мы видим попытки тем или иным способом реанимировать однополярную унифицированную модель мира, размыть институт международного права и национального суверенитета. Такому однополярному, унифицированному миру не нужны суверенные государства. Ему нужны вассалы. В историческом смысле это отказ от своего лица, отданного Богом природой многообразия мира. Россия с теми, кто считает, что ключевые решения должны вырабатываться на коллективной основе, а не по усмотрению и в интересах отдельных государств или группы стран. В последнее время мы наблюдаем усиление кризиса западной цивилизации. Не просто финансово и экономически, разладно глубочайший кризис морали и духовности. И наступил он в ту эпоху, когда промышленности, технологии сделали невероятный скачок, который, казалось, может обеспечить благосостояние всему человечеству. Но именно сейчас стало понятно, что не хлебом единым будет жив человек, что не только материальные блага являются определяющим для спокойствия и процветания людей. Сама жизнь заставляет нас снова делать выбор, искать незыблемые духовные ориентиры и определять систему ценностей. И белорусы, выбирая свой путь развития, опираются на гуманистические ценности христианства. Они стали моральным фундаментом нормального, цивилизованного человеческого общества и общения в нем.